О сквотерах и европейской собственности. Old Hill Boy, он же Евгений Сатановский, на телетайпе. Правильное законодательство в Европе. Гуманное, ориентированное на права человека. Не то, что у нас. В Испании, к примеру, десятки тысяч бездомных со всего мира. Теплая страна, все растет, от Африки недалеко. Кто напрямую плывет из Марокко, кто через Сеуту и Меллилию к европейским ценностям тянется. Через пограничный забор туда перебрался, и ты считай, в Европе. Конечно, поток не такой, как на Италию, которая от Ливии тоже недалеко. Но через Марокко, куда как безопаснее. Опять-таки, есть Турция. Но там в Грецию и Болгарию попасть можно без проблем, только когда Эрдоган в очередной раз решает мигрантами и беженцами Евросоюз поддавить. Денег из них выбить или еще чего по политической части. Даже здесь в Турции момента. Там местных и так чужаки достали. Опять же, болгары народ в отношении мигрантов злой, нецивилизованный. Так могут накостылять. Да и живут бедно. Греки тоже не сахар, но там полегче. Да, и в богатые европейские страны оттуда перебраться не вопрос. И перебираются. Однако, проще сразу в Испанию. Только не в Португалию. Небогатая она. На улицах испанских спать некомфортно. Но тут людей без комплекса выручает сквотинг. Шикарное законодательство в стране. Занимаешь пустующее жилье. И эффект тебя из него кто выселит. Только по суду. Если оно иностранцам принадлежит. Какой суд? Коронавирус. Все по домам сидят. Самолеты не летают. А тут пустующих квартир вил столько. Хоть всех бомжей Испании туда засели. Русские их три десятка лет покупают. А украинцы кто побогаче. Из всех прочих постсоветских республик. Опять же, американцы с канадцами. В память о Хемингуэе. Куда народ из северных стран прет, когда деньги заводятся? К теплому морю. И тут все от финансов зависит. У кого их побольше? Во Флориду и Калифорнию. Или в Монако и во Францию на Лазурный берег. Опять же, Испания с Италией. Мальта с Грецией. Острова предпочтительны. Для среднего класса Кипр, Болгария, Турция с Египтом и страны, которые из бывшей Югославии нарезали. Ну и Израиль. Но это преимущественно для евреев. Что до экзотики. Индия, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа. Бюджетно, но на любителя. Далеко очень. Море, впрочем, для комфортного постоянного проживания вовсе не обязательно. Мало ли что кому нравится. Лондон, Женева, Вена, Берлин и Париж для состоятельного народа. Прага для среднего класса. Традиционно и привычно. Но тут вопрос. Когда приехал и живешь, да. А если надо, туда-сюда летать. Границы-то закрылись. Не у всех есть частные самолеты, как у известной владелицы собачек Корги, которая с ними в свое время на выставке за границу летала. Экс-премьера супруга тоже нет-нет куда-нибудь да полетит. Порадуемся за людей. Настоящий пацак завсегда за чатландскую бабу рад, когда ейный муж к пеже близок и пепелат с ее всегда под парами. Что нам жалко? Но для подавляющего большинства коронавирус такой железный занавес поставил. И вот тут сквотеры процвели. Опять же, приедешь ты к себе на испанскую дачу, а там уже живут. Вещами твоими и бытовой техникой за обе щеки пользуются. Мебель с любовью подобранная не твоя. Зайти нельзя, пока суд не разрешит. А бомжи живут, им можно. Закон испанский на их стороне. Европа. Кто бывал в ситуации, когда по весне до дачи добирался и обнаруживал, что вскрыли ее, консервацию подъели, и хорошо, если дом не подожгли, тот понимает. Но у нас на это свои методы. Бездомных жалко или нет, но если за таким поймают, покалечат. Нецивилизованный мы народ. Понимание, что мой дом, моя крепость, у каждого со времен советской власти так въелась. Оттого это так, что большую часть 20 века, ни жилье, ни имущество, ни жизнь человеческая, в стране нашей не стоили ни гроша. Отобрать и обобществить запросто. Выгнать хозяина на улицу в любую погоду и изгноить его на каторге с семьей тоже. Спалить, снести, разорить. Все было. А кое-где и сейчас осталось, когда верхам для их потребностей, уж какие они есть, снести, что под корень надо. Не поморщатся, снесут. Там ничего не дрогнет. По Москве видно. Да и по Питеру, хотя не до такой степени. Начальство там тоже оккупационное, но помягче. Собянина бы им губернаторам подарить, чтобы по-настоящему взвыли. Но это о другом. Про своих мы все знаем и понимаем. Оттого на дальних рубежах народ жильем по мере сил и обзаводился. На случай, если у нас все окончательно накроется, вероятность чего всегда есть. Что ярче яркого демонстрирует нам Украина с вечным Майданом и гражданской войной на Донбассе. А если что, везде так будет. При том, что Украина всегда была богаче и жила сытнее России в разы. Народ зачем деньги из страны при первой возможности в какие угодно офшоры выводит, включая всех, кто при власти трется и богатеет от ее щедрот. На всякий случай, веря, что там есть закон и порядок, деньги не пропадут, на улицу тебя не выкинут и детей не угробят. Отчего в Испании с продажей недвижимости и было так хорошо. Как пчела на мед зарубежный инвестор, пер законов местных не зная и не понимая. Но теперь плохо будет. Разве что при Франко в Испании недвижимость покупать можно было. Да кто тогда это делал? Был он, конечно, каудилья, но сквоттеров не жаловал и частную собственность защищал. А теперь все. Ха на порядку. А закон что дышло. Он теперь их защищает. И тут не только в Испании дело. Какое развлечение у молодежи в той же Франции? Машины в праздники поджигать, а теперь и соборы средневековые. Тоже, судя по всему, знак протеста. У нас хозяин машины за такое на месте убьет. И правильно сделает. Она, конечно, не роскошь, а средство передвижения. Но на самом деле роскоши какая? Просто раньше недоступная. Сейчас деньги есть, так иди покупай. В свободной продаже стоят. Но это не повод, чтобы какая-то сволочь ласточку поджигала. Протест не протест. В лучшем случае покалечат за такой протест. Причем не обязательно хозяин. Соседей тоже достаточно. То ли очень долго бедно жили, дефицит был. Досталось у кого что есть такими трудами. То ли надоела народу революционная риторика и практика, которая на самом деле чистой воды бандитизм. Оттого и верилось, что за морем иначе все выстроено. По уму не ограбят, не отберут, не украдут. Оказывается, и ограбят, и отберут, и украдут. Да еще по закону. Большой привет хозяевам испанской собственности от революционных предков-мародеров. Олд Хиллбой, он же Евгений Сатановский. О сквотерах и европейской собственности.